Друзья, всем привет! Это финансовые новости на канале InvestFuture. Итак, друзья, продолжаю вам рассказывать самые оперативные финансовые новости, чтобы вы могли держать руку на пульсе. Итак, на что в нашем сегодняшнем дайджесте хотелось бы мне обратить внимание. Рынки в целом в понедельник торгуются разнонаправленно, но и на Америке, и на России мы видим небольшой, но все-таки плюс. Что здесь у нас в фокусе? Ждем заседания Федеральной резервной системы в среду, потому что в 21.00 по Москве будет опубликовано решение по ключевой ставке, текст заявления по монетарной политике, в котором аргументируется это решение по ставке, и обновленные экономические прогнозы. Это все очень важно. И в 21.30 начнется пресс-конференция главы Американского центрального банка Джерома Паула. Не ожидают изменения ключевой ставки на этом заседании. Вполне логично. Повышать рано, понижать страшно. Но очень важно именно то guidance, forward guidance, как бы видение на будущее, которое нам американский регулятор предоставит. Каким, по его мнению, будет восстановление экономики? Это очень и очень важно для рынков сейчас. Ну и также напомню, что у нас в минувшую пятницу в США вышла сильная статистика по занятости. Неожиданно сильная. Количество новых рабочих мест в частном секторе США неожиданно выросло на 2,5 миллиона. Тогда как аналитики предполагали падение на 8 миллионов. А в апреле у нас вообще NFP падал более чем на 20 миллионов. Тут вдруг мы вылезли в плюс. И это говорит о том, что все-таки какие-то позитивные тенденции есть. И очень важно, как Федрезерв эти данные прокомментирует. Далее. Есть у нас, конечно, еще две темы, которые для рынков остаются актуальными. Это протесты в США и это напряженность между США и Китаем. Ну, эти две темы сейчас немножечко отходят на второй план. Но протесты по-прежнему остаются фактором, который может замедлить восстановление экономики. А отношения между США и Китаем не стали теплее. Как вы понимаете, просто Трамп давно не писал в своем твиттере ничего на эту тему. И кроме того, вот в контексте торговых переговоров интересна статистика по торговому балансу КНР. В мае профицит вырос до 63 миллиардов долларов после 45 миллиардов в апреле. Импорт в страну рухнул почти на 17%, а экспорт упал только порядка 3%. Интересно, что спрос на китайский экспорт сейчас очень хорошо поддерживает именно закупки медицинских масок, которые производятся в Китае. Еще из интересных международных новостей хотелось бы отметить кейс Новой Зеландии, который отменяет требования социального дистанцирования после сообщения о том, что последний пациент с КВ выздоровел. Страна пошла по максимально жесткому сценарию, фактически китайскому. То есть здесь был акцент не на подавление волны распространения вируса, а на полную его ликвидацию. И вот сейчас мы видим, что снимаются ограничения и страна встает на пусть восстановления к нормальной жизни. Остаются только ограничения пограничные для того, чтобы вирус в страну снова не завезли. Интересный кейс, потому что с одной стороны понятно, что действия Новой Зеландии спровоцируют большие потери в экономике, ожидается глубокая рецессия. Но с другой стороны власти Новой Зеландии рассчитывают на быстрое восстановление, быстрее, чем в других странах. Вот понаблюдаем за таким вариантом социального эксперимента. Но в России тоже, вы знаете, что мы идем по пути смягчения карантина. Объявили сегодня о том, что в Москве в июне будут полностью сняты ограничительные меры, заработает бизнес. Но Россия, как вы понимаете, идет именно по пути сглаживания вот этой кривой. И говорить о том, что Россия максимально быстро выйдет из вируса, конечно, не приходится. У нас эта история, похоже, будет тянуться еще не один месяц. В корпоративном секторе интересная новость сегодня была о возможном слиянии двух крупнейших фармацевтических компаний. Это многими любимая Гелит и эта компания Астра Ценека. Пока нет никакой конкретики, но стало известно, что Астра Ценека сделала предварительное предложение Гелит. И если все-таки это предложение будет принято, то мы можем увидеть крупнейшую сделку в этой отрасли. Ну, пока вроде как никаких официальных переговоров нет. Но этот факт интересен, потому что и та, и другая компания занимаются разработкой вакцины, лечения от КВ. Но при этом разговоры о слиянии говорят о том, что даже если какая-то из этих компаний преуспеет, они не надеются на то, что это принесет им большие деньги. И по большому счету фармацевтическая отрасль начинает сейчас немножко более здраво оцениваться, потому что последние несколько месяцев был такой вот дурман надежды. Была такая очень спекулятивная история, связанная с попыткой найти какую-то ту самую модерну или какую-то другую компанию, которая выстрелит в космос, запустив первую вакцину или эффективное лекарство. Но на самом деле это самый обычный рынок, это бизнес. У компании тоже есть трудности, и они ищут пути для дальнейшего развития. На российском рынке мы видим продолжение ралли в акциях авиаперевозчиков. Аэрофлот уже 95 с хвостиком стоит, рост более 6% за день. Взлетели бумаги UTR, на максимумах было почти 40%, потом скорректировались немножко ниже. Это все происходит на фоне инициативы, которую озвучила Росавиация, о возобновлении полетов из России за рубеж. Пока точечные по потребностям полеты будут разрешены, но планируем возвращаться потихонечку к нормальной жизни. И понятно, что это позитивно сказывается на бумагах, потому что после полной приостановки хоть какие-то полеты уже являются позитивным сигналом. Но обратите внимание, что на прошлой неделе было ралли в акциях американских авиаперевозчиках, и сейчас по большому счету уже наблюдаются сигналы затухания этого ралли. Потому что да, конечно, есть краткосрочный такой оптимизм, вот открывают границы, полетим. Но все же понимают, что пассажиропоток, скорее всего, будет восстанавливаться еще очень долго, и до кризисных уровней мы не увидим еще продолжительное время. Поэтому я была бы здесь достаточно аккуратной. Те, кто хотели спекульнуть на этой истории, в принципе, да, там купили тот же Аэрофлот по низким ценам, и сейчас радуются прибыли, но я боюсь, что за этим могут последовать откаты. Поэтому лично я в эту историю залезать не стала, и уж тем более не стала бы это делать вот сейчас, после того, как мы уже достаточно сильно выстрелили наверх. Но это не рекомендация. Конечно, если кто-то хочет попытать удачу, можно попробовать это сделать. Из других интересных новостей на корпоративном фронте в России сегодня, это новость о том, что акционеры «Магнит» одобрили дивиденды 157 рублей. Получается дивдоходность чуть выше 4%. Ну, в остальном достаточно такие слабые новостные потоки сегодня. Ну, вот есть, например, рекомендация от ВТБ «Капитала» покупать обыкновенные акции «Татнефти». Целевая цена на уровне 700 рублей за акцию, то есть потенциал роста там почти 23%. Интересная, конечно, история. Ну, про нефтянку сейчас поговорим. Мне кажется, что на нефтяном рынке большая часть ралли уже тоже осталась позади. Опять же, субъективное мнение. Смотрите, вот с начала апреля баррель подорожал практически двое. Во многом благодаря ограничению именно предложения, потому что страны ОПЕК плюс сели, договорились о том, что нужно поддержать цены, иначе просто мы, ребята, это все не вывезем. Ну, и кроме того, конечно, играет роль и снятие карантинов. В минувшую субботу стало известно, что на онлайн-встрече страны-участники ОПЕК плюс договорились о сохранении ограничений на добычу вот в прежнем объеме 9,7 миллионов баррелей в сутки до конца июля. За пределы июля выйдет ли это соглашение, пока непонятно. Например, Новак сказал, что пока вот рано говорить о продлении соглашения на август. Все-таки Россия надеется на то, что можно будет побыстрее начать восстанавливать добычу. Но, так или иначе, пока вот в июле нефтяной рынок живет достаточно спокойно. Сейчас вот интересный момент связан с тем, что в понедельник Саудовская Аравия заявила, что не будет дополнительно сокращать добычу, как она это делала в предыдущем месяце, из-за несоблюдения квот такими странами, как Нигерия, Казахстан, Ирак. Тогда Саудовская Аравия пошла буквально на меры, которые ей совершенно невыгодны. Еще сократила объем производства и компенсировала некую халатность, которую допускают другие страны. Но сейчас говорит, что мы договорились с нарушителями, нарушители будут компенсировать то, что они перепроизвели. А мы, Саудовская Аравия, больше не будем себя так сильно ограничивать. Выходим на нормальный уровень по сделке. И на этой новости мы видим, что цены на нефть сразу же шлепнулись вниз. Ну, пока держимся выше 40 долларов за баррель. Но видно, что, по крайней мере, продление сделки уже не дало того импульса к росту, на который можно было рассчитывать. Хотя это важное событие для нефтяного рынка. То есть мы видим, что на позитив рынок реагирует уже менее охотно, а вот на негативе цена сразу пошла вниз. Посмотрим. Допустим, министр энергетики Саудовской Аравии сказал, что к декабрю 2021 года можно будет рассмотреть продление сделки до конца 2022 года. Но нужно понимать, что не в текущем объеме сделка ступенчатая. И, соответственно, какие-то уже минимальные ограничения, может быть, растянут дальше. Хорошо. Но здесь очень многое будет зависеть от того, как будет восстанавливаться мировая экономика и спрос на нефть соответственно. А здесь, конечно, очень большой риск того, что мы все-таки не вернемся на докризисные уровни потребления в ближайшие несколько длинных месяцев, а может быть, даже и лет. Ну, просто потому, что кризис в экономике никуда не делся. Вот мы часто говорим, что экономика и рынки разорваны, но как долго такой разрыв может сохраняться, большой вопрос. И вот эта ситуация с нефтью как раз очень привязана так или иначе к реальному спросу на нефть. Запасы остаются высокими. Пока спрос восстанавливается не так быстро, как хотелось бы. И, кроме того, помним также есть и о том, что у нас есть затаившиеся сланцевые производители, которые только и ждут, чтобы нефть поднялась на 45-50, для того, чтобы снова начать наращивать добычу. Ну, понятно, что для этого нужны стабильные цены. Пока еще вся ситуация слишком нестабильна. Конечно, сланцевые производители, которые тоже там погрязли в долгах и своих проблемах, не будут прямо сейчас выливать на рынок какие-то большие объемы. Но как только ситуация стабилизируется, у нас придет вот этот негативный фактор. Об этом нужно всегда помнить. Поэтому я, в общем-то, и говорила еще пару недель назад, и по-прежнему думаю, что все-таки восстановление нефтяных цен ограничено. Вряд ли мы увидим там какой-то масштабный обвал в ближайшие недели. Но, по крайней мере, надеяться на такой поступательный рост, наверное, все-таки не стоит. И в этом смысле, конечно, акция нефтяных компаний. Это интересная история на долгосрок, я считаю, сейчас. Потому что цены остаются довольно привлекательными. Там тот же Сургутнефтегаз. Может быть, интересная история на долгий срок, мне кажется, сейчас по текущим ценам. Я бы присмотрелась к обыкновенным акциям. Ну, вот ВТБ Капитал посоветовал нам покупать обычку Татнефти. Но рассчитывать на какой-то вот краткосрочный, среднесрочный еще один скачок, наверное, я бы не стала. По крайней мере, рассчитывать только на это при покупке бумаг. По новостям у меня сегодня все. Также хочу напомнить, что сегодня утром у нас на канале вышел, наконец-то, обзор по брокеру Freedom Finance, который многие из вас долго просили. Я сформулировала свои впечатления после теста брокера в мае для инвест-шоу. Рассказала все, на что обратила внимание. И очень рекомендую почитать комментарии, потому что там есть как позитивные отзывы. Хотя некоторые из них у меня снова вызвали вопросы. Я не уверена, что они написаны не сотрудниками компаний. Но есть и точно совершенно искренние позитивные отзывы. Есть негативные отзывы, есть отзывы от граждан, допустим, Казахстана и Украины. Поэтому почитайте и сформулируйте свое собственное мнение и принимайте решение, насколько вам работа с такой компанией интересна. Также напомню, что у нас вышло новое видео в книжной рубрике с новым конкурсом. Настоятельно рекомендую тоже посмотреть. Ну и также для тех, кто пропустил наш пятничный стрим с Сергеем Пироговым. Вот это все тоже можно посмотреть. И ссылки я оставлю в описании на все три ролика, про которые я сказал. Обзор на Freedom Finance, книжная рубрика и пятничный стрим. Посмотрите, пожалуйста, если пропустили. Все, на этом буду с вами прощаться. Спасибо, что досмотрели до конца. С вами была Кира Юфтенко, команда проекта InvestFuture. И до новых встреч на нашем канале в наших следующих полезных роликах.